Эти ответы на этот вопрос, а мы с вами, уважаемые коллеги, приступаем к следующему, третьему докладу, последнему докладу в нашем симпозиуме, но не менее интересному докладу. И слово для доклада предоставляется Шиловой Елене Романовне, которая является старшим научным сотрудником Федерального государственного бюджетного учреждения ФМБА. Она врач-гематолог и представит интереснейшую проблему, не такую частую в терапевтической практике, но тем не менее, пароксизмальная ночная гиперглобинурия вчера, сегодня, завтра. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашей беседы, к сожалению, на сегодня онлайн – пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Заболевание редкое, но которое может встретиться в практике врача любой специальности. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия, или, как мы привыкли говорить, ПНГ – это не просто редкое, это ультраредкое заболевание, которое встречается в 1,3 случая на миллион человек в год. И относится, соответственно, к группе орфанных заболеваний со всеми сложностями, свойственными этой проблеме. То есть трудно собирать данные по этим болезням, трудно проводить обобщение. Заболевания эти часто генетически обусловленные, склонные к прогрессированию и часто жизнеугрожающими осложнениями. Что мы знаем об этой болезни и какова эволюция представлений о пароксизмальной ночной гемоглобинурии, или болезни Маркиакова-Микеле, о которых знаем мы достаточно давно, потому что первое официальное описание относится еще к 1882 году, хотя и до этого были описания каких-то загадочных тяжелых болезней, при которых периодически выделялась темная до черного цвета моча. Это заболевание было описано многими авторами, и к 1937 году было уже четкое понимание, что это приобретенная гемолитическая аномия, при которой происходит внутрисосудистый гемолиз. Более того, это типичный и характерный пример именно внутрисосудистого гемолиза, со всеми клиническими и лабораторными признаками данного состояния. Гемолиз происходит из-за некого дефекта эритроцитов, а дефект связан с повышенной чувствительностью к комплименту. На этом был основан диагностический тест, которым мы пользовались до последних десятилетий, тест хема или сахарозная проба, когда тестировали эритроциты больного и дозорного на чувствительность к комплименту. Традиционная терапия, которую мы располагали уже до последних десятилетий, это была скорее поддерживающая заместительная терапия. Трансфузии при аномии, применение антикоагулянтов, поскольку этой болезни свойственны тромботические осложнения. Это стимуляция эритропоэза препаратами железа и витаминами группы В. Применяли стероидно-андрогенные гормоны, а при тяжелых гемолитических кризах применяли всю терапию вплоть до реанимационной, гемосорбции и других мер. К сожалению, вся эта терапия не направлена на лечение самой болезни. Она не является даже патогенетической, не говоря уж про этиологическую, и может считаться только поддерживающей. Эта терапия, конечно, сколько-то помогала поддержать действительно функции внутренних органов и систем. Она помогала вывести больного из тяжелых гемолитических кризов, но поскольку она не была направлена на первопричину, то есть неконтролируемую активацию комплимента, то она не спасала от жизненно угрожающих усложнений и никак, к сожалению, не влияла на выживаемость. Классический график вы видите на слайде, который показывает, что при естественном течении заболевания медиано-выживаемости больных от момента установления диагноза составляет всего-навсего 10-15 лет. Генетические основы заболевания были выявлены в 90-е годы, хотя теория соматической мутации стволовой кровотворной клетки возникла еще раньше. И теперь мы четко понимаем, что первопричина — это соматическая мутация в стволовых кровотворных клетках, мутация своеобразного ПИГА-гена, который отвечает за синтез так называемых якорных белков, GPI-якорей, в рекозилах, пасфатидил, инозитольных якорей или якорных белков, за счет которых защитные белки прикрепляются к поверхности мембраны клеток, в первую очередь эритроцитов. Наиболее известные из них — CD55-CD59, представленные в основном на эритроцитах. В частичной или полной потере якорных белков и состоит сущность заболевания, потому что при таком состоянии мембрана клеток не защищена от активированного комплимента с образованием мембрана атакующего комплекса. И на сегодняшний день, оставаясь приобретенной гемолитической анемией, проксизмальной ночной гемоглобинурии относится еще к двум группам заболеваний одновременно. Это приобретенная патология гемопоэтических стволовых клеток, и это в то же время заболевания, связанные с неконтролируемой активацией комплимента. Обращаю ваше внимание на современную трактовку заболеваний. Мало того, что это болезнь, развивающаяся вследствие соматической мутации в стволовых клетках, но она проявляется постоянно внутри сосудистым гемолизом, что делает эту болезнь действительно прогрессирующей, жизнеугрожающей. Как заболевание, связанное с нарушением регуляции системы комплимента, она в чем-то может быть близка к атипичному гемолитико-урмическому синдрому АГУС, поскольку для того и для другого заболевания характерна утрата контроля альтернативного пути активации. Но если при АГУС это отсутствие плазменных факторов I и H, то при ПНГ это отсутствие факторов, которые должны находиться на мембране клеток. При этом термин «пароксизмальная ночная гемоглобинурия» — это чисто исторический термин, который слабо отражает суть болезни, поскольку был предложен еще до того, как мы поняли патогенез и теология заболевания. Что говорят современные исследования, что она далеко не всегда пароксизмальная. Да, у многих больных бывают яркие пароксины в виде гемолитических кризов, но они могут и отсутствовать. Но даже в отсутствии симптомов у больных с реальной пароксизмальной ночной гемоглобинурией постоянно имеется гемолиз. Она не всегда ночная. Да, у некоторых больных есть такой яркий признак, как более темная моча по утрам, что связано и с особенностями уродинамики, и с активацией комплиментов в ночное время, но далеко не всегда этот термин оправдан. И гемолиз происходит на самом деле все 24 часа в сутки. И, наконец, гемоглобинурия для такого названия относительно редкий симптом, который встречается только у одной четверти пациентов в дебюте заболевания. Почему происходит гемолиз постоянный, это, в общем-то, понятно. Исходя из патогенеза заболевания, страдает в данном случае в основном альтернативный путь активации комплимента. А альтернативный путь, в отличие от других путей, активен постоянно. Для него, как для лектиного и для классического, необязательный механизм активации для того, чтобы он начал работать, и некий фоновый уровень активности имеется всегда. Это так называемый механизм холостого хода. Более того, на уровне активации С3 компонента комплимента, на котором сходятся все пути, в том числе и альтернативный, имеется так называемая петля амплификации, которая постоянно поддерживает вот эту активность комплимента сама внутри своей системы. Таким образом, активация по альтернативному пути имеется всегда. Если клетки уязвимы гемолизу, связанному с активацией по альтернативному пути, то, к сожалению, какие-то патологические изменения происходят всегда. И мы имеем не только гемолиз со следствием аномии, но и целый ряд других неприятных моментов. Было выяснено, что ключевую роль играет не только гемолиз и наличие свободного гемоглобина, но и такой механизм, как истощение в тканях оксида азота, закономерное следствие внутри сосудистого гемолиза. А это приводит к гистонии гладкомускулатуры, вазоконстрикции, активации и агрегации тромбоцитов, которые и так относятся к патологическому клону. И в результате мы имеем самые разнообразные симптомы, некоторые из которых не очевидно связаны с ПНГ, но тем не менее имеют совершенно четкую связь патогенетически, которые меняют качество жизни. А такие следствия ПНГ, как свойственные этой болезни, тромбозы, почечная дисфункция, легочная гипертензия представляют реальный риск для жизни и могут быть причиной гибели больного. Как часто встречаются симптомы, в основе которых лежит неконтролируемая активация комплимента гемолиза, указаны на этом слайде. Опять же, вы видите, что гемоглобианурия – это не ведущий симптом, хотя один из самых ярких при данной болезни. Известно, что ПНГ тесно связано с другой патологией костного мозга и другими заболеваниями кровотворной системы, связанных с гипоплазией костного мозга. В первую очередь, это опластическая анемия, до 20 и более пациентов имеют так называемый ПНГ-клон разного размера, и некоторые варианты милодиспластического синдрома. Кроме того, самой пароксизмальной ночной гемоглобинурии свойственна цитопения в самом разном сочетании и проявлении. Это может быть не только анемия, но и тромбоцитопения, лейкопения различной степени выраженности, что, безусловно, затрудняет диагностику заболевания, постольку поскольку в дебюте заболевания вписаны самые различные синдромальные маски ПНГ. И дебют может начинаться как остро, с острого повреждения почек, синдрома Баткиари и других проявлениях тромбоза, которые часто не диагностируются, так и в виде длительной текущей непонятной анемии, неясных цитопений и так далее. И первичные ошибочные диагнозы составляют почти 80% по данным отечественных авторов. Ну и после установления диагноза, учитывая то, что страдают многие органы и системы, необходима постоянная кооперация с другими специалистами для своевременной диагностики и лечения осложнений заболеваний. Междисциплинарное взаимодействие в диагностике и лечении ПНГ важно, и вы можете видеть на этом слайде, что может быть задействован, причем и в дебюте заболевания, и в ходе заболевания, и хирурги, и неврологи, и кардиологи, и пульмонологи, и врачи самых разных специальностей. Что касается клинической манифестации, по российским данным, вы видите частоту, опять же, проявлений в дебюте заболевания, и особо настораживает то, что в дебюте заболевания в значительной проценте встречаются тромбозы и острые повреждения почек, то есть состояния, которые уже в дебюте заболевания могут привести больного к тяжелым осложнениям, а может быть даже и к гибели. Причем тромбоз — это не только ведущая причина смерти при ПНГ, тромбоз имеет целый ряд особенностей. Тромбозы в нетипичных местах, так что трудно диагностируются. И самое неприятное, что антикоагулянты не контролируют тромбозы при ПНГ и не могут служить профилактической терапией. Это понятно, исходя из фотофизиологии тромбозов, потому что тут задействовано целый ряд механизмов, которые в конечном итоге приводят к тромбообразованию. ПНГ — это одно из наиболее опасных протромботических состояний, и антикоагулянты перекрыть все механизмы, естественно, не могут. Что касается поражения почек, то в основе также лежит хронический внутрисосудистый гемолиз. Причем при активном гемолизе гаптоглобин, находящийся в сыворотке, связать свободный гемоглобин, как правило, полностью не может. И свободные димеры гемоглобина проходят через клумерулярный фильтр, реабсорбируются в проксимальных канальцах, где, собственно говоря, и откладываются в эпителии канальцев после деградации гемоглобина в виде соединения железа ферритином. К этому добавляются микроинфаркты, интерстициальный фиброз, и в результате формируется хроническая болезнь почек с нарушением функции. Причем вероятность развития почечной недостаточности у больных данной категории в 6,6 раз выше, чем в общей популяции. И хроническая болезнь почек приводит к смерти в 8-18% погибших пациентов. Вы видите, что снижение клернцокреатинина и хроническая болезнь почек на самом деле наблюдается более чем у 60% больных, а патоморфологические изменения могут быть выявлены при проведении МРТ, биопсии, аутопсии у 80% больных. При этом своеобразная картина, которая наблюдается при МРТ и нефробиопсии, вы видите на слайде. Это типичные низкие сигналы от куркового вещества на МРТ, это гемисодероз проксимальных почечных канальцев, который четко виден на приводимом препарате. Что же следует из того, что мы знаем по поводу этого непростого заболевания? То, что мы знаем, обобщено в клинических рекомендациях, в том числе в национальных клинических рекомендациях российских, где приведено и классификация, и определение болезни, и необходимые методы для диагностики, и прописаны принципы лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Классификацию предусматривает три основных варианта течения ПНГ. Это классическая гемолитическая форма, это ПНГ, которая сочетается с другими заболеваниями, в первую очередь, апластическая анемия и мелодиспластическим синдромом, и субклиническая форма заболевания, когда лабораторных признаков гемолиза и клинических не имеется, но имеется определенное количество клеток так называемого ПНГ-фенотипа. Самостоятельного значения последняя форма не имеет, но она может быть прогностическим критерием при апластической анемии в плане иммуносупрессивной терапии, и наблюдение за такими больными необходимо, потому что малый клон может иметь тенденцию к нарастанию. Диагностические критерии включают в себя тщательный сбор анамнеза с акцентом на тех симптомах, которые связаны с наличием свободного гемоглобина и истощением оксида азота. Это какие-то признаки тромбоэмболии, гемоглобину реи, дисфагии, болеи в животе неясных и целый ряд других симптомов. Естественно, актуальны методы, определяющие признаки внутрисосудистого гемолиза, целый ряд дополнительных методов, которые позволяют нам оценить наличие повреждений внутренних органов. Но самым главным является тестирование на ПНГ-клон методом высокочувствительной проточной цитометрии по особому протоколу, разработанному Международным обществом клинических цитометристов, который позволяет выявлять клеток с дефицитом вот этих самых якорных белков, синтез которых нарушен, при помощи определенной четкой панели. У нас в стране, в крупных городах, имеется достаточное количество таких лабораторий, которые из любого региона, есть возможность доставить анализ и провести его в соответствующем виде. Оценка клона производится по проценту клеток с дефектом якорных протеинов, по двум популяциям лейкоцитов, а по эритроцитам мы смотрим тип заболевания с полным или частичным дефектом якорных протеинов на поверхности клеток. Есть определенные группы риска для выявления ПНГ, и тестирование проводится именно в этих группах. Их важно знать. И эти тесты приведены в клинических рекомендациях и в соответствующих пособиях. Очень важно проводить тестирование в этих группах, потому что ранняя диагностика ПНГ позволяет вести этих больных адекватно и избежать преждевременной смерти и тяжелых необратимых осложнений. Что касается диагноза, то после определения диагноза необходимо определить, в какой группе риска относится пациент. Фактором повышенного риска относятся такие независимые факторы риска смертности, как тромбоэмболия, наличие или в анамнезе, нарушение функций почек, цитопении. А из лабораторных анализов главным считается лактат и дегидрогеназа, такой неспецифический показатель, но который является биомаркированием гемолиза у пациентов с ПНГ и доказано, что превышение ЛДГ в полтора раза выше верхней границы нормы увеличивает риск смертности почти в пять раз. При этом уровень ЛДГ напрямую коррелирует с уровнем свободного гемоглобина, обладающего повреждающим действием, а уровень свободного гемоглобина, в свою очередь, коррелирует с потреблением оксида азота. Так что биомаркер гемолиза ЛДГ работает очень неплохо. Мы с вами живем в так называемую эру экулизумаба, когда произошло кардинальное изменение естественного течения ПНГ за счет целенаправленного создания средств таргетной терапии, то есть моноклональных антител, блокирующих активацию комплемента. Это, в первую очередь, экулизумаб, антителок C5-компоненту комплемента, который на уровне C5 прерывает активацию комплемента и не позволяет происходить гемолизу. В 2007 году зарегистрирован первый препарат из этой серии, это солирис, который был зарегистрирован в Евросоюзе. В 2011 году в России с 2012 года стал активно использоваться в лечении больных с тяжелой ПНГ. И в марте 2019 года произошло беспрецедентное событие, зарегистрирован первый в мире биоаналог экулизумаба Элизария отечественного производства, которым мы пользуемся на сегодняшний день, у больных, у которых имеются показания к терапии. Механизм действия еще раз указан на слайде. Итак, прерывается активация на уровне C5, не образуется мембрана, атакующий комплекс, и таким образом терапия дает прекрасный эффект. Причем, подавляя хронический внутрисосудистый гемолиз, что определяется по уровню ЛДГ, экулизумаб действует на все факторы. Уменьшается потребность в трансфузиях, улучшается функция почек, снижается протромботическая настроенность. Показания к назначению этого препарата. Препарат не дешевый, даже отечественный аналог. Препарат теоретически назначается пожизненно, потому что он работает, пока он находится в циркуляции, в определенной концентрации. Это активное течение заболевания, то есть сочетание признаков хронического гемолиза с ЛДГ больше полутора норм, и такие проявления, как тромботические осложнения, легочные гипертензии, анемический синдром и т.д. Назначается препарат по стандартной схеме. Довольно быстро мы видим снижение ЛДГ уже через одну неделю. Через три недели улучшается состояние почек, и в пределах 10 лет, а наблюдения на сегодняшний день уже превышают 10-летний период, эффект не только не теряется, а только нарастает. Клинические и социальные эффекты таргетной терапии приведены на слайде. Важно, что количество тромбозов уменьшается на 90 и более процентов, и улучшается функция почек у 90 и более процентов больных. Соответственно, уменьшается и количество госпитализации, и других тяжелых осложнений. Выживаемость пациентов на таком лечении приближается к выживаемости больных, не имеющих парксизмальной ночной гемоглобину рей. Поэтому препарат внесен в список жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов. Кроме лечения непосредственно, он дает и новые возможности. Он дает возможность проводить трансплантацию у больных с апластической анемией, сочетающейся с ПНГ, что раньше было практически невозможно. Гемолиз не позволяет проводить адекватно трансплантацию. Он позволяет вынашивать беременность у пациентов с ПНГ, потому что беременность — это состояние, при котором резко активируется комплимент, и без соответствующего лечения высокая частота осложнений материнской и детской смертности. Конечно, на сегодняшний день, имея уже такой большой опыт, мы можем сказать, что у 30% больных субоптимальный ответ на терапию кулизумабом имеется, связанный как с особенностями фармакокинетики, так и с какими-то превходящими моментами. Поэтому на сегодняшний день важным является дальнейшее изучение механизмов патогенеза ПНГ, регулярное обновление клинических рекомендаций на основании нового опыта, разработка новых ингибиторов, компонентов комплимента, которые позволят нам получить эффект у всех 100% больных. И некоторые из них уже появляются на практике и зарегистрированы. И таргетные препараты в виде не только моноклональных антител, но и пептидных ингибиторов. Но самое главное на сегодняшний день – это следовать клиническим рекомендациям, не забывать, что такая болезнь есть, помнить о том, что есть показания к проведению соответствующей диагностики, проводить ее вовремя и давать ход правильному ведению и наблюдению больных с пароксизмальной ночной гемоглобиной РИИ. Благодарю вас за внимание. Итак, уважаемые коллеги, Елена Романовна представила интереснейшие данные, пусть по редкому заболеванию, но тем не менее мы с этим встречаемся, пароксизмальная ночная гиперглобинурия. Я бы хотела обратить внимание, прежде всего, терапевтов. Говоря о таких пациентах, к сожалению, уважаемые коллеги, такие пациенты лечатся посиндромно. Вот пациентка с гиперглобинурией и пациентка в 6 раз чаще у таких пациентов развивается хроническая болезнь почек, лечат это у нефрологов. Если есть какие-то тромбозы, кардиологи или неврологи занимаются. Боли в животе занимаются гастроэнтерологи. И поэтому я еще раз хочу обратиться, прежде всего, к терапевтам. Любой пациент требует все равно системного подхода. И золотое пропедевтическое правило должно существовать всегда. От симптома к синдрому, к диагнозу. Не пропустить таких пациентов. Сегодня у нас есть возможность у таких пациентов удлинять жизнь. Появились новые препараты. Я понимаю, что Лена Романовна доклад был в записи. И Иван Глебович не...